ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Образование в ГИТИСе, на факультете музыкального театра. На родину приезжает нечасто, раз в полгода. Все время уходит на образование. Сейчас я занимаюсь только учебой. Все время уходит только на нее, потому что мы учимся с утра и до вечера, до 10 часов вечера в основном. Бывает, конечно, и пораньше освобождаемся, но целый день мы проводим в ГИТИСе. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Для любого эстрадного артиста ломка голоса – неприятный момент. У Сергея это случилось в период переходного возраста. Тогда его детский тембр дисконта резко сменился на более низкий. Естественно, в 15 лет я уже не мог управлять своим голосом. Он у меня немножечко такой неуправляемый, срывался постоянно. Ну и все, и я уже голос, так сказать, мутировал, в мужской превращался. И вот теперь тембр голоса у меня боритон. Я пою на итальянском, на русском, на английском, если придется тоже. Это, естественно, оперные арии, романсы, советская эстрада, что-то из репертуара Муслима Магомаева, например. В Институте театрального искусства Сергей учится второй год. У студентов ГИТИСа сессия проходит действительно весело. Кроме скучных билетов, ребятам выпадает шанс раскрыться на сцене по максимуму. Спеть, станцевать, прочитать отрывок из опер и даже пожонглировать. После успешной сдачи родители каждый раз ждут Сергея домой с нетерпением. Когда проходит сессия, мы постараемся Сергея не беспокоить, потому что это не просто вот билет взял, ответил и все. Здесь идет и сценическая речь, и сценическое движение, актерское мастерство. То есть вот именно как проявляют, в чем проявляют себя настоящие артисты. Мы очень скучаем ежедневно, сообщениями обмениваемся, ждем, что нового, о чем узнает нового, с кем он общается, что вообще происходит в Москве, какой жизнью он живет. И для нас, когда вот он летит в самолете или едет поездом, мы считаем минутки, чтобы увидеть его, обнять. На зимних каникулах Сергей побывал в родной детской библиотеке. Раньше он сюда приходил просто почитать книги и узнать что-то новое. Теперь же его приглашают как настоящую звезду провести творческую встречу с земляками. Такое мероприятие сотрудники детской библиотеки решили провести в честь Года театра. Всегда принимал участие в наших библиотечных мероприятиях. Например, презентация сборника о войне и мире о родине. Пожалуйста, Сергей приходит, его стихи как раз в этот сборник и вошли. То есть человек талантлив во всем. Мальчишка вырос в наших глазах. Он бежал домой из школы через библиотеку, брал книжки. И вот эти все книжки Крапивина, Каверина, Льва Касселя, конечно же, повлияли на его мировоззрение. У него уже чувствовалось, он такой был неординарный мальчик, такой стержень чувствовался в нем, твердость характера. Я его знаю с детства, знаю, когда он начинал петь маленьким. И это был наш горняцкий Рабалтино Лоретти. В то время мы его звали, у него такой был голос, просто изумительный. Потом постепенно он стал расти, естественно, меняться и голос. И вот, как вы сегодня услышали, настоящий уже артист своего дела. Пока своими планами и мечтами Сергей делиться не торопится. Сейчас для него главное – получить образование.